И никакой гарантии не было, что они не появятся и в нашем гарнизоне. Ну такое предчувствие было, потому что, ну как, все, не то что там напуганы были, а просто были, ну так сказать, в таких непонятных условиях. Мы все, как говорится, в одном котле находились. И полковники, и генералы. Обстрелили колонны наши, наших ребят российских. Погибало множество людей. Атмосфера такая была, я имею в виду, что непривычная, потому что мы все россияне, и находимся, как нам перед командировкой говорили, что вы едете не в Россию. Это не Россия, это Чечня, это совсем другая страна здесь. И мы с полной ответственностью понимали, что это действительно другой народ, другие обычаи, другие обряды, что другой менталитет даже этой страны, понимаете, то есть, ну, маленькой республики, да. Но с уважением относились мы и к колонистам населения, не к чеченскому. Мы ходили как на рынок, там покупали продукты, там лежащие в Канкале, там населенный пульт там вряд ли находился с нашим гарнизоном. Но расслабляться не приходилось, потому что пулю можно поймать было откуда угодно. Впечатлений у нас, конечно, там хватило на многие годы до сих пор. Хотя уже 8 лет прошло после командировки 2009 год. Сегодня он сослуживца встретил, с которым мы были в храме православном, встретились на панихеде гражданской. Уже 8 лет прошло, мы не виделись.